Было накрыто всего 20 тысяч квадратных метров. По словам Андрея Егорова, общая площадь всех перекрытых сооружений сопоставима с размерами трех футбольных полей. Среди самых зловонных – приемная камера и первичные отстойники. Для очистки воздуха на территории предприятия установили специальное оборудование. Стоимость проекта – 573 миллиона рублей. 300 миллионов рублей – это бюджет Республики Толстан, 200 миллионов – бюджет города Казани, 44 – это наши собственные средства, которые по имени с программой. Еще одна проблема – ил, его слой образуется на последнем этапе очистки сточных вод. Сейчас вязкий осадок свозят на иловые поля специальную территорию, где он высыхает естественным путем. В Казани его складируют с 1974 года вблизи поселков Оттары и Победилова, что делало жизнь местных жителей невыносимой. Там отсутствует профильтрующий экран. Вся вода, вся грязь проходит через Волгу. Вокруг биологических сооружений нет живых ни рыбы, ни живностей, ничего. Там мертвое море. Сейчас иловые поля переполнены. Чтобы решить проблему, было принято решение построить цех по термомеханической обработке вязкого осадка. Он позволит ежесуточно обрабатывать около 340 тонн ила влажностью 96% и получать на выходе до 100 тонн горнулированного вещества, которое потом можно будет применять в производстве строительных материалов, в дорожном строительстве использовать как удобрение. Для начала задача стоит выйти без убыточной, чтобы эти отходы нам убытки не приносили, как сегодня у нас есть экологическая проблема. Мы от этого в первую очередь уходим. Новый цех, который обойдется водоканалу в почти полтора миллиарда рублей, позволит полностью отказаться от сушки ила. Построить такой объект планируют к концу этого года. Это будет первый в России метод переработки вязкого осадка, заявил сегодня градоначальник. Что же касается существующих иловых полей, то сейчас специалисты разрабатывают план по их рекультивации.